ЛОШАДИНЫЙ НАВОЗ ЛОШАДИНЫЙ ПОМЁТ Ведь все это время до появления человека батайского люди только охотились за дикой лошадью и не использовали ее для других целей, кроме как источник пищи. И здесь наступает переломный момент, когда люди решают использовать лошадь для транспортировки и тем самым открывают человечеству целый мир. Перед вами один из артефактов исключительно батайской культуры, который невозможно найти ни в одной другой культуре мира. Это фрагмент челюсти лошади, который был обточен в виде углубления. И как мы думаем, использовался следующим образом. Вот так батайцы выделывали кожаные ремешки, которые применялись для производства уздечек, седел. Другой инструмент, который был обнаружен на батайском поселении, сделан из камня. Вот эта верхняя часть использовалась в качестве сверла для проделывания различных отверстий, в костях лошади и, возможно, в дереве. Это устройство, предположительно, использовалось следующим образом. Я не знаю, если это из типа, что они использовали в батайе, но они могли бы использовать это. Примерно так. Это были прото-индоевропейцы в 4-5 тысячелетии, когда еще существовала единая ветвь палеоевразийских рас. Были представители вот такого типа, останки, которые вы здесь видите. Этот череп имеет еще одну особенность. Он был локализован в стенке жилища. Когда мы его расчищали, он находился в глиняной маске. Когда антропологи аккуратно разобрали его, то обнаружили два отверстия в затылочной части черепа. Эти отверстия сделаны были в период созревания человека в 11-13 лет. Ему просверлили к ремневому сверлом эти два отверстия. И примерно 17 лет они находились в открытом состоянии. Можно многое говорить и думать о том, с какой целью использовалась эта трепанация. С этой ситуацией связано позднейшее применение в жизни вот этого деятельности, этого человека, возможно, как шамана или жрица. Эпоха энеолита была временем разобщенных и малочисленных человеческих популяций в различных частях обширного евразийского континента. Каждая из этих популяций жила в изоляции друг от друга. Но уже к началу Бронзового и особенно в течение всего Железного века никем еще не оцененная батайская лошадь соединила все эти популяции. Сначала в сообщество людей, а затем и в первый прообраз культурного человека. Батайцы выбирали свои места для поселений там, где был сосновый бор, там, где была хорошая глина, там, где был камень и были высокие открытые берега. Все это соответствует как раз вот тем зонам, где были обнаружены батайские погребения. Можно утверждать, что именно прирученная батайская лошадь стала мощным двигателем общего прогресса человечества. От групп изолятов к единому сообществу людей. Стала средством активных связей первых цивилизаций и одним из самых востребованных товаров той эпохи. КОНЕЦ Лишь в свете последних раскопок золотых коней в Береле, а чуть ранее погребение золотого человека из Исыкского кургана до Каспийского сака позволяет нам понять значение открытия батайской перволошади прирученной и проследить путь культуры коня и первовсадника, протянувшейся через весь Евразийский континент. Такова правда неделимости человеческой истории и культуры. У казахов есть пословица. «Однажды ступивший на порог моего дома обязательно вернется опять, ибо его хранят добрые духи, аруахи». Думается, что долг каждого культурного человека современной эпохи состоит в том, чтобы, рассказывая о своей родине, всегда иметь в виду одно важное обстоятельство. Только таким образом, не подчеркивая своей исключительности, мы соединяем берега древних культур и открываем свободный путь в океан общечеловеческих ценностей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok